Привет, меня зовут Оксана. Я приветствую вас на своем канале о вязании Варм Инженер. И сегодня мы с вами поговорим про летнюю насочную пряжу. У меня сейчас большое количество насочной пряжи, в составе которой хлопок, вискоза, шелки, другие волокна. Может быть не совсем корректно эту пряжу называть летней. Возможно, большое количество это все-таки демисезонная пряжа, потому что в том числе здесь есть и шерсть. Но есть и несколько моточков, в составе которой в общем-то только хлопок, ну и какая-то синтетическая составляющая. Мне хочется познакомиться с такой пряжей, потому что, честно сказать, обычно носки я вяжу только из шерстяных, ну или мериносовых видов волокон. И, соответственно, буду вязать в скором времени большое количество носочков из этой пряжи. Буду рассказывать вам про эту пряжу, постараюсь даже некоторые носочки поносить и потестировать их в действии. Про каждую из пряж я сейчас вам более подробно расскажу и покажу в том числе, как выглядит эта пряжа, какой состав. Ну и дальше мы с вами будем встречаться в отдельных включениях, в которых я буду рассказывать конкретно про носочки, про то, как они вязались и что у меня получилось. Сейчас хочу показать вам всю свою летнюю носочную пряжу, которая у меня есть в запасах. Не уверена, что из каждого моточка я свяжу пару носочков, но хотя бы с вами сейчас рассмотрим эти варианты и я расскажу вам о своих ощущениях, впечатлениях от моточков. Ну и потом, конечно, мы с вами в том числе и про пряжу в работе и, может быть, даже в носке поговорим, когда уже носки будут готовы. Да, я называю ее летнюю носочную пряжу, несмотря на то, что здесь будет также и шерсть в составах, но, конечно же, в каждой из этих пряж есть либо хлопок, либо вискоза, либо шелк, либо даже несколько вот таких вот летних составляющих. В основном здесь представлена пряжа от Лана Гроссы, но также есть и регия, и пряжа от Ланг. Давайте начнем, наверное, с регии. Хочу начать вот с этой пряжи, которая называется Cotton Color Tutti Frutti. Я думаю, что многие зрители знакомы с этой пряжей, вязали из этой пряжи. Обычно здесь раскладываются носочки с орнаментом или с узором, напоминающим летние фрукты какие-то или ягоды. У меня вот такой вот арбузик должен быть, и это заметно по носочкам на превью, что здесь как будто видно и мякоть арбуза, и косточки, и вот эту зеленую корку арбуза. По характеристикам здесь 72% хлопок, 18% полиамин, 10% полиастер, в 100 граммах 420 метров. Сама нить вот на ощупь, она очень-очень мягкая, колоться тут нечему, и она прям шелковистая немножко, эта нить, и она немного вот так вот тянется. Мне кажется, что это очень даже хорошо, что нить такая тянущаяся. Как я понимаю, что это вот полиастер тот самый, который есть в составе, и поскольку мы знаем, что хлопок плохо держит резинку, как раз-таки вот эта составляющая пряжи должна удерживать носочек на ноге, чтобы он не сваливался. Ну, по моим ощущениям, я так думаю. Еще хочу показать вам вот такую пряжу, это пряжа регия, называется она Cotton Colors Spring Has Prank. Состав ее 72% хлопок, 18% полиамин, 10% полиастер. Здесь в 100 граммах 420 метров. Я вам показывала подобную пряжу от регии в расцветке Tutti Frutti. Состав здесь точно такой же, метраж такой же, но у меня по ощущениям, что эта пряжа как будто немножечко-немножечко потоньше. Хотя вы видите, что здесь тоже есть вот такой вот пружинищий эффект. Это цвет 02-472. Очень красивых, действительно весенних оттенков. Я бы сказала, что это цвета талой воды. И вы можете посмотреть, какие носочки должны получиться. Ну и давайте продолжим рассматривать варианты, производства которых не Лана Гросса. Вот такая пряжа Уладик от Lank Yarn. Футпринт называется. 45% хлопок, 42% шерсть, 13% полиамид. То есть здесь хлопок с шерстью и синтетическая составляющая. Пряжа, посмотрите, какая интересная по расцветке. Это такой эффект мулине. Причем достаточно ярко, заметно, насколько разные ниточки здесь смотаны. И при этом при всем здесь не просто мулине, а еще и секции какие-то присутствуют. И поэтому кажется такое буйство цвета. Хотя цвета не особенно яркие. Они немного приглушенные. И от этого, мне кажется, есть ощущение, что, в общем-то, все цвета гармонично смотрятся. Здесь такая осенняя расцветка, я бы сказала. Цвета ранней осени, когда еще есть и зеленые листики. И уже появляются такие вот оранжевые, бурые даже листья на деревьях. Это расцветка 008. Я, кстати, не сказала про метраж. Здесь в 100 граммах 400 метров. Пряжа тоже очень-очень мягкая. Шерсть здесь абсолютно не чувствуется. Но, по крайней мере, колкости здесь нет никакой. Она, посмотрите, какая пластичная. Я бы, правда, подумала, что это какой-то тонкий мягкий хлопок. Но она, конечно же, уже не тянется, как предыдущий вариант. Она такая ниточка, достаточно, я бы сказала, тоненькая, когда она растягивается. Не знаю, будет ли она держать резинку. Но мне кажется, что надо прям очень-очень плотненько эту пряжу вязать. Я бы, наверное, со своей плотностью вообще бы взяла спицы 1,75. Если бы я вязала шерстяную пряжу такой толщины, я бы взяла двоечку или даже 2,25. Но вот для этой пряжи есть ощущение, что надо брать прям меньше спицы. Ну, посмотрим. Все остальное Лана Гросса. У меня есть два варианта пряжи по два цвета. Например, пряжа Мэллин Вайт Соя. Но они, кстати, разных серий. Здесь просто Соя, здесь мини Страйпс. А, кстати, тут даже нет картинки с превьюшкой. Здесь эта картинка есть. Вот такими полосками должна раскладываться эта пряжа. Но, тем не менее, состав один и тот же. 60% шерсть, 20% полиамид, 20% вискоза, в скобочках Соя. То есть, это соевое волокно. Здесь достаточно много шерсти, 60%. Но, тем не менее, все-таки я отношу эту пряжу к летней. Эта пряжа, знаете, я бы не сказала, что по ощущениям она как-то отличается от шерстяной Мэллин Вайт. Если вы вязали из пряжи Мэллин Вайт Лана Гросса. Ну, такая, знаете, стандартная носочная пряжа у Лана Гросса. Она вот примерно так же и ощущается. Она достаточно мягкая, такая приятная. Я бы даже сказала, что тут как будто есть небольшая колкость, но абсолютно минимальная. То есть, все-таки она несколько отличается, вот, например, от этого моточка. Но от хлопкова уж точно отличается. Ну, и, конечно, тут хлопка-то и нет. Чего тут от него ждать? Ну, если сравнивать с другими летними вариантами, мне кажется, именно вот эта пряжа больше похожа на такую привычную, по крайней мере, мне, носочную шерстяную пряжу. Кстати, вам, по-моему, не сказала метраж. Давайте скажу. В 100 граммах 400 метров. Да, метраж достаточно, скажем так, небольшой. И как бы по ощущениям пряжа должна быть толстенькая, но я бы не сказала, что она толстая. Причем, мне кажется, что как будто вот здесь, вот в этом цвете пряжа потоньше, чем вот в этом. Ну, такое, конечно, может быть. Этот цвет Sun 2, а этот цвет 328. Так интересно, почему-то здесь буковки есть, да, а здесь их нет. Ну, ладно. Возможно, просто разные серии. И та, и другая расцветка мне очень-очень нравится. Это действительно такая Sun, солнце, солнечная, какая-то клубника. На солнце, на пляже, если вы сидите под солнцем, едите клубнику, вот у меня что-то такое. И даже как будто вы футболку заморали этой клубникой, да, сок клубники попал на футболку. Или какое-то это клубничное банановое мороженое. В общем, очень приятные впечатления у меня от этой расцветки. Прекрасно, очень красиво. У меня почему-то вот таких вот расцветок вообще мало в запасах. И тоже, мне кажется, продолжение морской темы. Здесь все цвета, мне кажется, волн морской воды и опять же солнышко. Ну, вот по крайней мере, у меня такое ощущение. Да, и мы помним, что здесь должна пряжа выкладываться вот в такие полоски. Еще вот такие два представителя у меня есть. Один и тот же артикул, но разные серии. Это опять же Лана Гросса, Милен Вайт. И в данном случае это пряжа Соло Коттон, серия Пальма и тоже Соло Коттон, но серия Спрей. Насколько я понимаю, здесь Спрей просто потому, что здесь вот такие вот крапушки. Видите, как будто набрызгали, да, спреем на нить. Ну, и на полотне будет такое же ощущение. Здесь Пальма, да, но я думаю, что здесь какие-то будут полоски выкладываться. А, кстати, тут же есть превьюшки, посмотрите. Вот здесь вот есть такое превью, то есть это какие-то полосы и с крапушками. А здесь? А здесь тоже есть превью. Ну, как я сказала, что здесь будут какие-то крапушки на светлом полотне. Вот эта пряжа, честно сказать, для меня абсолютно как будто не насочная. Она вот хлопковая, и это сразу чувствуется. Она достаточно такая, не знаю даже какое слово подобрать. Она вроде бы не жесткая. Она, знаете, как будто очень плотно-плотно смотана в моток, но при этом я понимаю, что это не совсем так. Просто вот сама пряжа такая, ну да, плотненькая, наверное, я бы сказала. Но давайте перейдем все-таки к характеристикам. 87% хлопок и 13% полиэстер. То есть тут вообще синтетическая составляющая очень маленькая. Кстати, почему-то в скобочках написано элит полиэстер. Видимо, какой-то очень хороший. Здесь 100 грамм их 360 метров. И это, кстати, заметно. Ниточка достаточно толстенькая. Она намного толще, чем те представители, которые я вам уже показала. Здесь метраж такой же. Да, ниточка толстенькая. Знаете, есть ощущение даже, что нить немножко велюровая такая, но это тоже характерно для хлопка. Вот, кстати, давайте сравним вот с этой хлопковой пряжей. Они, наверное, чем-то даже похожи, я бы сказала. Только вот здесь, видимо, вот эта полиэстеровая нить. Видите, она обвивает всю ниточку, и поэтому она немножко такая рифленая получается. Здесь же нить более однородная. Вот. Может быть, даже они чем-то схожи по ощущениям. Но вот регия, она помягче. Вот это прям очень плотненькая. Ну, может быть, конечно, дело и в смотке матка. Не знаю. Посмотрим, буду вязать и буду вам рассказывать обязательно. Вот такой представитель Лана Гросса у меня еще есть. Пряжа, которая называется Меллин Вайт 100 Коттон Бамбу. Здесь тоже очень интересный состав. 40% хлопок, 20% шерсть, 20% вискоза, 8% полиамид, 7% полиэстер. Здесь мы с вами снова видим полиэстер. И ниточка тоже достаточно такая тянущаяся. Но эта ниточка прям очень-очень тонкая. Кстати, какой здесь метраж? Давайте посмотрим. 420 метров. Здесь тоже 420 метров. Но есть ощущение, что вот эта нить как будто потолще. А может быть и нет. Ну да, вот эта прям очень тоненькая кажется. Наверное, я ее тоже буду вязать на 1,75. Несмотря на то, что здесь есть полиэстер. И вроде бы это значит, что носочки должны более плотно прилегать к ноге. Посмотрим. Это, кстати, цвет номер 6. Он очень красивый. У вас немножко он неправильно передается. Он более яркий и более зеленый, что ли. Очень интересно, конечно, как она будет в носках себя вести. Пряжа мягкая, очень приятная. Шерстяная составляющая здесь тоже совсем-совсем не чувствуется. Но здесь ее совсем немного, 25%. В общем, да, такая очень своеобразная она. И полиэстер, я бы сказала, вот этот вот чувствуется. Потому что ниточка, опять же, рифленая. Ну и последний представитель носочной пряжи и лана гроссы, которые у меня есть. Это Милен Вайт Сета. Здесь 100 грамм их 400 метров. И здесь 55% шерсть, 25% полиамин, 20% шелк. Я думаю, что вот этот шелк дает вот такой белесый эффект. Хотя это не точно. Но здесь вот такие характерные белесые какие-то волокна. Не знаю, на шерсть это слабо похоже. Вряд ли полиэстер стали бы так выпячивать, скажем так. Я думаю, что, возможно, это как-то шелк так себя ведет. Я не знаю. Но пряжа действительно очень шелковистая. Шерсть здесь, опять же, не чувствуется. Хотя, вот знаете, есть такие пряжи. Ну, я в обидных вариантах встречала. Типа кашемир с шелком или мерино с шелками. И действительно, вот есть такое ощущение. Вот этой вроде бы и шерстяной, но не колючей составляющей. И очень приятного вот этого тягучего немножко шелка. Но у меня почему-то есть ощущение, что носки такие могут очень сильно растягиваться. Ниточка как будто бы слишком мягкая для носков, я бы сказала. Я бы, возможно, из этой пряжи связала все-таки не носки, а какой-то шарфик. Поэтому, может быть, кстати, перчатки. Поэтому, не знаю, не обещаю, что носки буду вязать из этой пряжи. Честно говоря, на носки мне ее жалко. И, опять же, у меня есть ощущение, что она и протрется быстро. И как будто скатается быстро. Ну, в общем, какая-то она слишком нежная для носков. Поэтому, хоть я ее и показываю вам, и говорю, что это носочная пряжа. Наверное, что-то из нее будет другое. Вот такая пряжа у меня есть в запасах. Да, ни много, ни мало. Но мне кажется, что есть о чем с вами поговорить. Я свяжу носочки. Какие, я пока еще сама не знаю. Вы это узнаете по ходу этого видео. И одновременно буду с вами делиться отзывами. И буду надеяться, что и в комментариях вы свои отзывы оставите. Чтобы мы с вами обсудили, из какой пряжи вы вязали. Какой у вас опыт. Какие у вас ощущения. Как носится носочки из этой пряжи в жизни. Нравится вам или нет. Хочу с вами поговорить и обсудить немножко пряжу от Lana Gross & Millen White Soya. Напомню, что здесь состав достаточно интересный. Здесь 60% шерсть, 20% полиамид, 20% вискоза. Возможно, вы скажете, что это не совсем летний состав. Но его и зимним не назвать. Потому что здесь наличие вискозы. Ну скажем, такой демисезонный состав. И я бы не сказала, что когда я вязала носки. Вот этот носок, посмотрите, он уже даже постиран. Что было какое-то ощущение, что я вяжу какую-то не такую пряжу, скажем так. Сильно отличающуюся от обычной, привычной мне пряжи с шерстью или с мериносом. Пряжа достаточно мягкая, приятная, податливая. Но никакую вискозу я здесь не ощущаю. Я почему-то думаю, что вискоза должна ощущаться, наверное, при носке. Возможно, будет полотно не слишком такое жаркое. И, наверное, будет немножко подрастягиваться. Это я учитывала. И поэтому, с учетом того, что я вязала носки на себя, их сделать чуть-чуть поменьше. Знаете, вот сейчас носок так плотно-плотно облегал ногу. Но если бы было растяжение, то это бы не сильно вредило носку. Ну, посмотрим. Буду носить. Я специально, как уже сказала, вязала для себя. Буду тестировать эту пряжу. Я ее постирала во время стирки. Немножко отошел желтенький цвет. Но это никаким образом не сказалось на цвете. Цвета такие насыщенные и остались. Ничего не полиняло. Я, кстати, не сказала, что цвета просто потрясающие. Мне очень было приятно вязать эту пряжу. Было ощущение, что какая-то такая вкусная пряжа. Бананово-клубничное-мороженое. В общем, классная расцветка. Мне очень нравятся такие вроде бы интересные. Яркие, но в то же время несколько приглушенные цвета. И в сочетании они смотрятся прекрасно. Полотно такое немножко пушистенькое. Особенно распушилось после стирки. Не знаю, насколько это видно. Видите, да? То есть, ну, даже по ощущениям не сказать, что это какая-то своеобразная такая носочная пряжа. Ну, единственное, что может быть несколько пластичнее носок. Ну, не знаю. Не так, чтобы прям это бросалось в глаза. Мне сказали, что тут вискоза. Я уже начала искать какие-то особенности. Весь вопрос к этой пряже у меня возник, когда я начала вязать второй носок. Я вяжу из центра мотка. И, соответственно, когда я довязала этот носок, я понимала, что здесь у меня вот эта вот секция с такими точечками на желтом фоне. И мне надо было отмотать, на самом деле, вот если говорить, вот это первая, да, такая полоса, мне нужно было вот до вот этой части отмотать. И вроде бы все шло хорошо, но в какой-то момент я поняла, что у меня не было вот этой вот полосы желтенькой. Сразу пошло розовое. Какой-то начался беспорядок. Я подумала, ладно, я отмотаю еще чуть-чуть до того, чтобы вот начать вот эту вот секцию. Все вроде бы произошло нормально, все там было хорошо. Но посмотрите, вот у меня эта вторая секция, вот она здесь на подгибчике видна. Вот третья секция, как и здесь, да. А дальше идут почему-то желтые полосы. То есть как будто этот носок мне развернули. И вяжу я уже вот не так вот, а вот так вот. Почему? Непонятно. Вы, конечно, можете сказать, что моток устроен так, чтобы можно было из двух сторон вязать одновременно. И с одной стороны, и с другой стороны. Но, к слову сказать, этот носок весит 22 грамма. Точно не половина была. То есть я уже сразу после того, как отматывала после этого носка, у меня уже пошел какой-то сбой. Да, я уже отмотала достаточно много. И, возможно, да, уже вот этот носок пошел типа зеркальный. Не знаю. Мне кажется, что здесь еще половина мотка нет. Давайте взвесим на всякий случай. Вот смотрите, сейчас 54 грамма. 53. То есть это еще не половина, а я уже начала второй носок вязать. То есть, соответственно, не может быть вот этого зеркального отображения, благо вязальщиц. Но я вспомнила, что когда я отматывала вот эту часть нити, мне попался узелок. Причем узелок был прямо... Видно было, что две секции смотаны. Причем соединялась желтая секция и вот эта розовая. Я подумала, ну, наверное, просто был какой-то разрыв. Все там логично вроде бы было на первый взгляд. Поэтому я даже на это не особенно обратила внимание. Но, видимо, нет. Я подозреваю, что после вот этого носка был узел. Ну, скажем так, после нити, которую я потратила на этот носок, был узел. И как будто присоединили нить этого же цвета, но ее как будто развернули. В общем, вопросов много. Мне, конечно же, сейчас не очень нравится, что у меня абсолютно носки не совпадают. Вы видите, на пятке вот здесь вот такие вот полоски. А здесь будут уже розовые полоски. Я вяжу вот сейчас пятку. То есть пятки сразу видно, не бьются. Что с этим делать, я пока не знаю. Я, честно говоря, уже даже хотела распустить все. Но, честно сказать, я снимаю сейчас мастер-класс. И все распускать мне не хотелось бы. Потому что если я буду распускать все, это значит, я буду переснимать мастер-класс. А это, ну, не очень приятное такое занятие. Поэтому я что думаю? Я, наверное, довяжу вот этот носочек, а потом я свяжу еще пару. И, наверное, я уже буду подгонять секции таким образом, чтобы эта пара как-то билась один носок вот с этим носком, а второй носок вот с этим носком. В общем, видимо, вместо одной пары я буду вязать две пары. Это, конечно, меняет все мои планы. Потому что я не подразумевала, что я буду вязать две пары носков. Но это пока сейчас не так кажется. Возможно, я и плюну, и оставлю так. Но, опять же, я вяжу для мастер-класса. В мастер-классе показывать два разных носка. Ну, как-то вот вообще странно. И, конечно же, такие моменты очень сильно портят впечатление пряжи. Потому что, ну, я правда вязала и наслаждалась. Но, когда я начала вязать пятку второго носка, я прямо вот даже не знаю, что и делать. Я бы, наверное, распустила, если бы не мастер-класс. Я готова вам показать носочки, которые у меня получились из одного моточка пряжи Million Light Soya. Вы видите, что у меня здесь две пары. Одна пара плюс-минус одинаковая. Есть тут небольшие разночтения вот конкретно в этой полоске. Но я считаю, что этим можно пренебречь. И одна пара вот такая. Сразу видно, что она совершенно разная. Да, я говорила, что в пряже мне попадались узлы. Два больших узла было. Причем, видимо, один узел соединял две нити, скажем так, разного направления. И он был в серединке. И, видимо, это было сделано для того, чтобы можно было вязать с двух сторон мотка и получить одинаковые носки. Но один узел, как я вам говорила, в начале мотка был, который тоже почему-то соединял зеркальные секции. И на эти оба узла я попала. И вот все пришло к тому, что мне пришлось сильно-сильно подгонять пряжу. И в итоге, на самом деле, получилось так, что вот этих вот основных секций, ну, может быть, они не основные, но у меня они вышли основные, получилось меньше, чем всех остальных. И именно поэтому вот у меня этот носочек получился без такой секции. С этой пряжей, честно вам скажу, я намучилась именно из-за соединения секций, чтобы они были одинаковые, похожие. Мне это доставило очень много труда. Ну и, понятно, вот такое вот количество маленьких-маленьких моточков. Часть еще, кстати, я выкинула. Тут уже были совсем-таки небольшие моточки, которые я использовала в том числе. Ну, в общем. Я не знаю, видимо, мне не повезло с этим мотком. У меня есть еще одна пряжа соя. Не знаю, успею ли я этим летом я из нее связать. Ну, хочется верить, что все-таки мне просто не повезло. А все остальные моточки этой пряжи удачные. Но давайте конкретно про пряжу поговорим. Мне, честно сказать, было приятно работать с этой пряжей. Я не почувствовала какой-то большой разницы, знаете, с мериносовой, например, пряжей. Она по ощущениям очень похожа во время вязания. После стирки, да, есть ощущение, что пряжа может сильно растягиваться. Моя, наверное, ошибка была в том, что я стала сушить на блокаторах. Несмотря на то, что у меня блокаторы заявлены 36-37 размера, мне кажется, что они чуть больше. И несмотря на то, что я вязала носки на себя, сейчас эти носки великоваты. Но я надеюсь, что я постираю снова эти носочки на блокаторах. Их сушить не буду. И хочу именно на себе вот эту парочку, такую бракованную парочку, потестировать на себе. Чтобы к концу видео рассказать вам, как я носила эти носочки, сильно ли они растягиваются или нет. Но я, наверное, буду их использовать именно дома, потому что у нас сейчас жарко. В кроссовке я, наверное, такие носки не решусь носить, потому что все-таки здесь есть шерсть. Но дома вот у нас сейчас, может быть, немножко похолодает. Как тапочки буду их использовать. Есть у меня ощущение, что они могут, конечно, чуть-чуть подскатываться. Но, наверное, не сильно. Возможно, как и многие другие носочные пряжи, можно будет вот эти вот катышки, которые образуются здесь, легко убрать. В общем, что касается износостойкости, у меня вопросов нет к этой пряже. У меня пока вопрос по поводу того, насколько сильно они будут растягиваться и будут ли, постараюсь вам об этом сказать. Но еще мне хочется показать вам еще одну парочку носков, которые я начала вязать. И это уже пряжа регия. Многие знакомы с этой серией пряжи регия, летней пряжи регия с хлопком тути-фрути. Она немножко такая тянущаяся. И мне кажется, что это очень-очень хорошо для летних видов пряжи. Потому что, конечно же, хлопок может сильно вытягиваться. И как будто вот этот эффект будет его немного сдерживать. Мне так кажется. Но тем не менее, я вяжу ее достаточно плотно. Я вяжу на спицах номер 2. Хотя ниточка, я бы сказала, что достаточно пухленькая. Мне кажется, что если ее сравнивать с Миллен Вайт Сой, которую я вам только что показывала. Несмотря на то, что там метраж 400 метров. Она более тонкая. А эта вот прям пухленькая такая. Вяжу на спицах номер 2 достаточно плотно. Специально так плотненько вяжу. Чтобы не было риска сильного растяжения этой пряжи. Я честно вам скажу. Я очень люблю пряжу регия. И несмотря на то, что часто слышала, что и узлы попадаются в этой пряжи. У меня пока по опыту никогда в регии узлы не попадались. Опять же, возможно, мне так везет. И про тут фрути я тоже слышала, что узлы попадаются. И секции не сочетаются. Я специально перемотала пряжу. Пока перематывала, я не заметила ни одного узла. Буду надеяться, что так оно и будет. И вот так вот красиво выкладываются секции. Вы видите, что я вяжу носочки от мыска. Просто потому, что я решила, что я хочу полностью всю эту пряжу использовать в носках. И, наверное, это будут какие-то гольфы. Поэтому вяжу от мыска. И буду вязать до тех пор, пока пряжа у меня не закончится. Я решила вот таким образом вязать эти носочки. Я знаю, что многие так вяжут. Но я вяжу впервые, когда вяжутся носки Magic Loop'ом. Но не два сразу на одних спицах, а на каждой паре спиц по одному носочку. Пока не поняла, нравится мне это или нет. Но действительно есть ощущение, что носки как будто быстрее немножко вяжутся, чем когда мы вяжем по одному. Ну и плюс здесь легко всегда контролировать, какого количества рядов мы связали. Ну и плотность, наверное, действительно не отличается, когда мы сразу друг с другом вяжем носочки. То есть сначала связали мысок на одном носке, тут же мысок на другом. И вот тут по количеству рядов я как-то, по-моему, там 20 провязала, здесь 20 и так далее. Сделала, например, клин подъема, тут же сделала клин подъем на другом носочке. Связала пяточку, связала пяточку на другом. У них, кстати, есть мастер-класс по тому, как я вяжу пятку бумеранг. Правда, я вяжу от резинки к мыску, но тут суть та же самая. То есть здесь получается, скажем так, две части клина подъема до пятки и после пятки. Вот здесь я уже две части, обе части связала, а здесь вот как раз я на второй части как раз вот сейчас вяжу эту часть на носочке. И мне очень нравится, как эта пряжа ощущается в полотне. Она такая, знаете, немножко велюровая, такая очень-очень приятная. Но, конечно же, несмотря на большое количество хлопка в составе, носки не будут летние. Они все равно такие демисезонные, наверное, потому что все равно такие вот плотненькие носочки будут греть. Мне кажется, это как раз, знаете, на осень, например, носочки. Ну, кстати, и вот эти, наверное, носки тоже все-таки больше на осень, чем на лето. Когда еще нет таких сильных морозов, вот как раз такие носки вполне подойдут. В общем, действительно, вот эта расцветка прекрасно ложится. Очень так как-то их весело, увлекательно вязать. Несмотря на то, что полоски вроде бы повторяются, но постоянно радуешься как будто смене цвета. И настолько они насыщены, настолько они красивые получаются. Я пока в восторге. Повторюсь, что я очень люблю пряжу реги. Хотя с реги летней я работаю впервые, но и сейчас у меня нет никакого разочарования. В общем, одно удовольствие, честно говоря. Я готова вам презентовать свои новые гольфы, которые я связала из пряжи от реги. Вот так выглядят гольфы. Я вязала их от муска. В планах у меня было вывязать весь моток пряжи. И у меня это получилось. Гольфы весят 98 граммов. У меня остались клубочки, знаете, уже только на бросовую нить. Вот так они выглядят. Вы видите, что здесь у меня немножко произошел сбой на пяточке. И, соответственно, окончание резинки было немножко разное. Вот здесь уже розовая секция появилась. Здесь все-таки еще красная. Но мне кажется, это не сильно заметно. Вы видите, что здесь достаточно такая широкая резинка. Ну, скажем так, высокая резинка. Она попадает на середину голени, на середину икры. И когда вот на икре вот так вот расширяется это полотно, то вот эта высота как будто скрадывается. Потому что ширина получается большая. И все это достаточно гармонично смотрится. Я делала небольшие прибавки. Можно даже это заметить, что здесь немного пошире полотно. Но резинка, конечно, все это стягивает. Здесь поуже у меня было. То есть здесь носок сам я вязала на 64 петлях. И вообще это носочек где-то на размер 35-36. Далее я добавляла, по-моему, в итоге вышла я на 72, наверное, петли. На 76 точно уже не помню. Эти гольфы для меня получились. С удовольствием их буду носить. Тем более, знаете, я была в восторге от этой пряжи. Пока я вязала, я, честно говоря, наслаждалась. Я не знала и не думала, что вот от хлопковой носочной пряжи можно получать такое наслаждение. Хлопковая пряжа, она очень приятная в работе. Она такая бархатистая немножко. Я бы сказала, что она достаточно плотная, достаточно толстенькая. Я вязала на спицах номер два. Но тут совершенно спокойно можно брать спицы толще. Я, кстати, рыхло достаточно вяжу. И тут старалась прям затягивать ниточки. Потому что я предполагаю, что она может растягиваться. Но я, мне кажется, ее так плотно вязала, что ничего с ней не случится. Но посмотрим. Вот сейчас прямо я носить не буду. Наверное, оставлю на осень эти носочки. Но хотела все-таки оставить такие свои впечатления о вязании этой пряжи. Как я уже сказала, мне очень-очень понравилось работать с этой пряжей. Носки получаются плотные. Но они, конечно, не летние. Они, наверное, на такой демисезонный вариант. И стоит тоже учитывать. Я уже сказала, что достаточно плотное такое полотно получается. Наверное, не в каждую обувь можно надевать такие носочки. Только если, ну, например, там на полразмера у вас больше обувь, чем нога. Ну, мне так кажется. Я так предполагаю. Мне, кстати, говорили, что у этой пряжи часто встречаются узлы. Не знаю. Мне не попадалось ни одного узла. Вообще, все с ней было хорошо. Что касается стирки. Мне показалось, что после стирки немножко ушел цвет. Поскольку пряжа очень сильно в воде отдала и красный, и черный, и зеленый цвет. Просто вода была достаточно плотного, такого грязного цвета. Были у меня некоторые страхи, что вот эти белые полоски полиняют. Но непонятно. Может быть, они и полиняли. Но они, знаете, они сами по себе были не совсем такие белые. Они с розоватым таким подтоном, как и у арбуза, в общем-то, они были. Поэтому, может быть, и полиняли немножко. Но есть ощущение, что цвет стал не сильно яркий. Ну, менее яркий, чем был. Но все равно носки выглядят неплохо. Интересно, будет ли эта пряжа терять цвет при дальнейших стирках. Вот с этим есть вопросики. Но пока я не вижу, что тут какая-то очень сильная разница в цвете. Я просто это вижу, я это знаю, потому что я долго вязала эти носки. Тем не менее, от пряжи я осталась в восторге. И, конечно же, я начала уже вязать следующие носки. Очень не хотелось начать вязать носки из реги, но все-таки решила разнообразие добавить в это видео. И взяла вот такую пряжу от Lank Yarn. Ула Дикт. Здесь есть шерсть в составе. Поэтому, опять же, это не стопроцентный летний вариант, а скорее такой демисезонный. И первое, что я заметила, что нить очень-очень тонкая. Особенно вот по сравнению с той пряжей, которую я вязала только что. Одни носки я довязала и сразу начала вязать следующие. И вот эта разница нити, конечно же, сразу оказалась ощутимой. Очень тонкая нить, мне так кажется. Хотя, возможно, дело в цвете, потому что мы общались с Леной, которая дарила мне этот моток. И она сказала, что ей не показалось, что пряжа тонкая. Вот, возможно, это у меня такой цвет. Или я на разнице с регией это ощутила. Но обратите внимание, что я начала вязать на спицах чулочных. Просто потому, что у меня спицы 1,75 только чулочные. Я решила именно такие спицы использовать для этой пряжи. И именно в такой плотности мне нравятся носочки, да, полотно этих носков. И вот здесь уже у меня будет 100% уверенность, что такие тонкие носки, они будут подходить для любой обуви. Они получаются действительно очень тоненькие. И мне кажется, что они будут теплые, несмотря на то, что здесь вроде бы хлопок в составе. Но шер здесь тоже есть, как я уже сказала. И посмотрите, какая невероятная расцветка пряжи. Я, честно говоря, балдею. Можно обратить внимание, что здесь вот такая есть основа. Насколько я понимаю, это такая шерстяная основа. Может быть, это шерсть с полиамидом. Не знаю, насколько это видно. И сама вот эта основа, она уже секционная. То есть она то зеленая, то такая рыжая, то коричневая. И на нее намотаны, как я понимаю, вот эти хлопковые ниточки. И они тоже секционные окраски. И вот эти две разные секционные пряжи, которые сплетены методом мулине, создают вот такой невероятный эффект. Я начала сначала вязать резинкой 2х2, вот с такими дорожками из одной петли. Потом эта одна петля у меня перешла дальше на паголинок. А вот эти дорожки перешли вот в такие дорожки из 6 петель. Это мне удалось создать на 72 петлях. И я когда начала вязать, мне казалось, что носок получается очень-очень большой. Хотя я понимала, что вяжу-то я на спицах 1,75. И мне хотелось вязать носки для себя. Но я заметила, что сначала, когда я вяжу на чулочных спицах, мне сложно затягивать нить. И, видимо, вот резинка у меня такая достаточно рыхленькая получилась. Долго думала перевязывать или не перевязывать, но все-таки оставила. Вот здесь у меня, конечно, полотно уже намного более плотное. И когда я примерила эти носки на себя, я поняла, что, несмотря на то, что обычно я на себя вяжу на 64 петлях или на 68 носки, ну, больше даже чаще на 64, вот эти носки на 72 петлях, они как раз-таки на мою ногу. Но у меня не слишком тонкая худая нога. Но вот ориентируйтесь, да, тоже по этой пряже, что мало петель здесь брать не нужно, если вы хотите вот такое плотное вязание. Чтобы вот все было плотненько, ничего не просвечивало. И вот посмотрите, какое-какое красивое полотно. Я, честно сказать, в последнее время пересмотрела свое отношение к тонкой пряже. Особенно если вязать из нее достаточно комфортно. Несмотря на то, что здесь вот сплетены ниточки, я бы не сказала, что у меня цепляются спицы за эти ниточки. Хотя вот острие этих карбоновых спиц чулочных, носик достаточно острый. Вязать ее достаточно комфортно. И я бы не сказала, что я ощущаю какой-то дискомфорт в вязании вот этих тонких носков. Зато, как я уже сказала, у меня эти носки точно будут использоваться со всей обувью. Мои носки из пряжи от LANG довязаны. Я, честно сказать, думала растягивать их вот так на блокаторах или нет. Потому что, несмотря на то, что блокаторы у меня заявлены как 36 размер. Но мне кажется, что они чуть больше. А вязала эти носочки я для себя. Но ничего страшного, зато сейчас эти носки очень красиво выглядят. Я, честно сказать, просто была в восторге, пока вязала из этой пряжи. Несмотря на то, что я вязала достаточно тонкими спицами 1,75. Хотя, вот по ходу вязания мы разговаривали с Леной с канала Вяжу Нон Стоп, которая дарила мне эту пряжу. И она говорила, что она вязала на двоечках. И знаете, мне кажется, что да, наверное, вполне возможно и на двойке можно вязать. Потому что вот я сейчас смотрю, только-только с ушки эти носки сняла. Мне кажется, что пряжа очень даже неплохо распушилась после стирки. И такое вот сейчас прям плотненькое полотно. Наверное, если бы я вязала на спицах номер 2, тоже было бы все прекрасно. Очень красивая расцветка. После стирки все петельки расправились. Как я уже говорила, что полотно вполне такое тепленькое получается. Немножко чувствуется такая шершалость, я бы сказала, шерсти приятная. Ну и, конечно, полотно невероятно красивое. Такая осенняя расцветка. Носки, повторюсь, на 36 где-то размер. Даже, возможно, на 37, потому что немножко пряжа вот так у меня потянулась под действием блокаторов. Достаточно высокий тут паглинг, 72 петли. На носки у меня ушло 70 граммов. И вот такой вот моточек у меня еще остался. Кстати, здесь был моток ровно 100 граммов. Иногда производители грешат тем, что пряжи чуть меньше бывает. Просто я измерила и эти носки, и остаток у меня осталось 128 граммов. Ну, чуть-чуть там я где-то обрезала, отрезала. То есть я думаю, что моток был 100 граммовый. Так что я вполне осталась довольна этой пряжей. Узлов у меня никаких не было. Я слышала, что бывают в этой пряже неприятные узлы. Мне вроде бы повезло. Кстати, мне пока везет на то, что мотки попадаются без узлов. Кроме вот той самой первой пряжи, о которой мы с вами говорили. Там, видимо, я отработала все узлы, какие только можно. Вот пока все у меня идет хорошо. Больше, кроме вот той Лана Гроссой, узлов мне не попадает. Так что вот эта вот пара вполне, мне кажется, приличная получилась. Я с удовольствием вязала. И эту пряжу вполне могу вам рекомендовать. Единственное, что сразу предупрежу. Пряжа не из дешевых. Но действительно расцветка. Такой комфортный для носки состав. Шерсть с хлопком. Ну, мне кажется, что это, наверное, стоит того. Так что вполне можно попробовать. И можно даже и влюбиться в эту пряжу. Это опасно. Сразу имейте это в виду. И, конечно же, я сразу начала новые носочки. И снова у меня в работе пряжа регия. И продолжаю объясняться в любви этой пряжи. И зимнюю, и летнюю пряжу я обожаю. Хотя летние вот вяжу только вторые носочки. И первую, в общем-то, я еще пару не носила. Но во время работы, конечно, очень комфортно из этой пряжи вязать. Я подозреваю, что дело в том, что есть вот здесь эластан. Да, если я не ошибаюсь в составе. Да, давайте скажу вам состав. Состав точно такой же, как и у той пряжи тути-фрути арбузной, которую я вам уже показывала. 72% хлопок, 18% полиамид, 10% полиэстер. Вот я подозреваю, что именно полиэстер такой тут тянущийся. И в 100 граммах 420 метров. Очень эта пряжа похожа на ту самую арбузную, которую я вам только что сказала. Но мне кажется, что она чуть-чуть потоньше. Потому что, когда я вязала из арбузной расцветки, мне хотелось все-таки по ходу вязания уже взять спицы 2,25. Но я не стала это делать, потому что начала уже на двоечках вязать. И как раз думала, что буду вязать на 2,25 вот эту пару. Но нет, все-таки потоньше. Пряжа вполне, она хорошо для моей плотности на двоечках вяжется. Вот так выглядит полотно. Но, по-моему, я уже об этом говорила, что пряжи с хлопком я стараюсь все-таки поплотнее вязать. Потому что есть риск того, что не будет держаться ни резинка, и полотно будет растягиваться. Вот, к сожалению, вряд ли я по ходу этого видео потестирую пряжу с хлопком. Потому что сейчас достаточно тепло для этих носочков. Кстати, посмотрите, какой красивый цвет. Ну, по крайней мере, мне очень нравится. Он мне, конечно, немножко такие, знаете, детские пеленки напоминает. Такие очень-очень нежные цвета. Наверное, плечевое изделие я бы не рискнула носить вот именно с таким сочетанием. По отдельности, конечно, цвета привлекательные. Именно такой вот светло-голубой, какой-то нежно-сиреневый, зеленый. Но вот сочетание для меня это какое-то детское сочетание. Но оно мне очень-очень нравится. Тем не менее, для носков, например, если носить такие носки с белыми кроссовками, мне кажется, что будет очень классно. Вот чем мне нравится носочная пряжа, да, что, наверное, не каждую расцветку вы можете использовать для плечевых изделий. А в носках можно экспериментировать, как хотите. Кстати, пряжа называется Cotton Color Spring Hasprank. То есть весна наступила, да, и вполне такая весенняя расцветка. Здесь вот есть превью, где вы можете посмотреть, как носочек должен выглядеть. Я, кстати, превью не сразу рассмотрела. Я начала вязать с края моточка и попала вот на такую рябую секцию. А на превью носочек начинается с фиолетовой секции. Ну, вот с этой зелено-фиолетовой. И, наверное, это было бы логичнее. И, может быть, надо было бы отрезать вот эту часть. Но я уже связала резинку и только потом увидела фотографию носочков. Не стала уже переделывать. В принципе, так тоже неплохо смотрится. Вы видите, что я решила здесь так же, как и на прошлых своих носочках, вязать резинку на паголинке. Только здесь у меня резинка 6 через одну петельку. Так у меня укладывалось 72 петли удобнее. Здесь же у меня 64 петли. И я вязала резинку 2 на 2. И потом совершенно комфортно вот так перешла на резинку 6 через 2. В 64 петлях очень хорошо вот такая резиночка укладывается. Буду вязать дальше именно таким узором. И также, наверное, как и вот на этих носках. Верхнюю часть оставлю резиночкой. Нижнюю лицевой гладью. Кстати, обратите внимание, что здесь я вязала такую пятку подкову. И резиночка вот эта пошла у меня на заднюю часть пятки. И потом уже я перешла на гладь. Возможно, в этих носках я сделаю точно так же. Мне нравятся, как выглядят такие носки. Вроде бы и просто, но в то же время непростая лицевая гладь. И в то же время секционка при этом тоже хорошо выглядит. То есть ничего тут не перебивает. И мы и секции видим. И узор, в принципе, точитается. В этом эпизоде мы с вами поговорим аж про две готовые работы. Вы видите, что одну парочку я довязала, которую показывала на начальном этапе в прошлый раз. И связала еще одну пару. И вам даже не показывала процесс. Но у меня все впечатления живы. Я думаю, что у меня будет о чем сказать. И также мы с вами подведем итоги по всей пряже, которую я попробовала. И о той пряжи поговорим, которую я заявляла. Но по каким-то причинам не связала из них носочки. Возвращаемся к пряже регия. К носочной регии. Вот такие носочки у меня получились. Носки на где-то 36 размер. Достаточно невысокий паголинок. И эти носки у меня весят 57 граммов. Я вам уже говорила, что эта пряжа мне очень напомнила пряжу тути-фрути, из которой я вязала гольфы. Но все-таки, как мне показалось и с самого начала, пряжа немножко потоньше, чем тути-фрути. По крайней мере, у меня, возможно, разные партии. Возможно, просто так совпало. И у кого-то будет тути-фрути тоньше, а вот это вот спинкэспранк чуть-чуть потолще. Такое возможно. Но в целом, два этих вида пряжи абсолютно одинаковые, я бы сказала. Но нам об этом говорит и состав, и метраж. То есть, по сути, я думаю, что это одно и то же качество. Просто регия нам разные расцветки предлагает. Пряжа мне очень понравилась в работе, как и та, и другая. Легко вяжется, несмотря на то, что фактически это хлопковая пряжа. Синтетики тут совсем чуть-чуть, и больше нет никаких добавок. Но вязать очень комфортно. Если даже вы не любите хлопки в работе, например, для плечевых изделий, вы вполне можете вязать из этой пряжи. Потому что обычно вот такая упругая нить хлопка, которая некомфортная в работе, здесь абсолютно вяжется легко. Поскольку, как я уже говорила, что нить тянется. И от этого вязание становится намного проще. Плюс ко всему очень ровненькие петельки. Очень ровно. Хотя хлопок, если вы из него вязали, он достаточно сложно укладывается в ровные петли. Ну, тут, конечно же, мы вяжем плотно, по кругу. Это облегчает задачу, но тем не менее. Вот, например, на пяточке поворотной ряды. Здесь уже рядность немножко заметна. Но все равно все достаточно аккуратно выглядит. Довольна этой пряжей. Я надеюсь, что я буду вязать и дальше из хлопковой реги. Но, наверное, уже в следующем сезоне. Посмотрите, какой большой моточек у меня остался. И вполне хватит, может быть, на детские носки. В общем, честно сказать, мне очень понравилась эта пряжа в работе. Она, конечно же, не на лето, я думаю. Хотя, если, например, дома или на дачу ходить летом, то их носочках очень комфортно. Но я бы носила ее осенью, например, с кроссовками. Вот конкретно вот эта тоненькая ниточка, да, мне кажется, что она вполне даже подойдет для ношения с кроссовками. Ну, возможно, нет. Возможно, если у вас так кроссовочки плотненько сидят, то скорее нет. Но если у вас есть какие-то такие свободные кроссовки, мне кажется, что вполне вот такие носки можно носить. И вторая пара, которую я связала и не показывала вам, это как раз-таки тоже хлопковая пряжа. Она уже от Lana Gross. Смотрите, эти носки у меня еще на блокаторах, потому что буквально вот я их снимаю с ушки. Давайте я сниму и скажу, и расскажу вам и о том, как вязала эти носки, в впечатлениях о пряже и как вот они выглядят сейчас. Эта пряжа тоже хлопковая. По составу она чем-то даже напоминает хлопковую регию. Millen White Lana Gross. У меня серия Solo Cotton Palma. Есть такая же пряжа хлопковая с таким же составом, но называется Solo Cotton Spray. Как я понимаю, тоже отличие в том, какие носочки у вас получатся, точнее расцветка. Здесь показаны примеры носочков. И я вязала вот из такой яркой, точнее даже темной расцветки. 87% хлопок, 13% полиамид. В 100 граммах 360 метров. Это достаточно толстенькая пряжа. И вот она уже совсем не тянущаяся. Она отличается от хлопковой регии прежде всего тем, что здесь чувствуется, знаете, такой вот прям как будто это хлопковая ниточка, которую вы купили, я не знаю, там для топа, да. В общем-то практически такое же ощущение. И когда я взяла первый раз самоточек эту руку, я даже удивилась, что это носочная пряжа. Мне показалось, что она какая-то для носков абсолютно непригодная. И немножко даже ее побаивалась. И, честно сказать, меня немножко смущал цвет. Такие темные носки с какими-то странными переливами. Причем, как видите, на этикетке расцветка совсем другая. Но, честно вам, могу сказать, что все мои сомнения ушли, когда я начала вязать эту пряжу. Она очень бархатистая, очень приятная, так же, как и хлопковая регия. Да, она не тянется, но при этом я бы не сказала, что у меня был какой-то дискомфорт с вязанием. Она такая бархатистая, комфортное вязание. Единственное, что я вязала на спицах 2,25. Хотя вполне, конечно же, можно было брать для такого метража более толстые спицы. Но я наслышана, что хлопковая пряжа, она сильно растягивается, особенно в носках. Понятно, что если топ у нас немножко растянется, там, ширину, там, не знаю, на 1 сантиметр, мы этого даже не заметим. А 1 сантиметр для носков это прилично. Поэтому я взяла такие тонкие спицы. Для подгиба я, как обычно, брала более тонкие. Это у меня спицы номер 2. И, как вы видите, что даже спицы номер 2, в принципе, вполне так подходят для этой пряжи. И вот полотно на спицах 2,25. Как я уже сказала, я очень быстро связала эти носки. Ну, конечно же, они укороченные и вязать тут вроде бы нечего. Ну и плюс пряжа вяжется достаточно комфортно. И просто, несмотря на то, что тут нет вот этой составляющей, как у реги, которая дает такое свойство тянущейся пряжи. И, честно сказать, я была приятно удивлена от этой пряжи. Я не ожидала такого. Я могу точно сказать, что пряжа мне в работе очень даже понравилась. Носки, конечно, получаются более толстые, более плотные. И я бы сказала, что, наверное, они все-таки подходят больше для такого домашнего ношения дома. Очень комфортно их носить, как тапочки, как раз летом. Поэтому вполне эта пряжа подойдет для летних, например, тапочек. Ну, вместо летних тапочек или осенних тапочек. И я, повторюсь, приятно была удивлена работой с этой пряжей. После стирки, вот я сейчас как раз перед вами кручу этот носочек. Я смотрю, как ни странно, нет жесткости хлопка. Вы знаете, иногда так бывает, что хлопок сразу после сушки мы снимаем, да, после сушилки. И он такой плотный. А здесь нет. Нет такого ощущения. То есть такое ощущение, что какие носки были до стирки, они, в общем-то, по пластичности такими и остались. Носки у меня весят 47 граммов. И вязала я их где-то на размер 36-37. Удивительно, что пряжи при стирке практически не линяло. Вот такие насыщенные цвета. Водичка чуть-чуть была голубенькая. Но это простительно абсолютно. К слову, я, по-моему, вам не говорила, что вот эти носочки у меня линяли очень сильно. Я их прополоскала несколько раз. И даже когда положила уже сушить, у меня такое светлое полотенце для сушки трикотажных изделий. И даже остались такие зеленые цвета, зеленые пятнышки на этом полотенце. Но пряжа при этом не выцвела. То есть, мне кажется, насыщенность у нее осталась. В принципе, я спокойно отношусь к таким моментам, когда пряжа сильно линяет, если она не теряет цвет. Здесь цвет не потеряла. И я, честно сказать, ожидала вот примерно того же от этой пряжи. Но нет, ничего не произошло. Пряжа совсем не полиняла. Это меня, ну правда, очень удивило. Одна особенность этих носочков состоит в том, что здесь, как вы видите, достаточно такие яркие контрасты. И когда я довязала до мысочка, у меня должен был идти дальше такой вот темно-бирюзовый на самом деле цвет. И я, нет, кстати, вот не этот, а вот такой вот должен был цвет. И я решила, что я обрежу вот эту вот темную секцию и продолжу вот таким вот морковным цветом. Вот здесь это видно на мысочках. И, соответственно, вот здесь я секции вырезала. Соответственно, у меня остались такие вот клубочки. Ну и, соответственно, потом я подбирала секции, чтобы второй носочек начать вязать. И у меня вот такие клубочки остались. И с учетом того, что носки весят 47 граммов, у меня здесь уже в отдельном мотке осталось всего лишь 46 граммов. То есть на такие носочки мне не хватит. Мне придется вот что-то из этого добирать. И плюс ко всему, я думаю, что мне не удастся подобрать секции. То есть либо из этого моточка вязать уже полноценные какие-то носки, а потом думать, что делать с остатками. Но две одинаковых парочки из этого мотка связать будет невозможно. Две укороченные парочки, да. Пряжа толстая. Конечно же, расход больше. 47 граммов. В принципе, такой расход для хлопковых носков достаточно большой. Укороченных носков достаточно большой. Но, да, понятно, 360 метров стоит это учитывать. Поэтому тоже, да, думайте, насколько хватит вам этой пряжи. Стоит ли подгонять секции или нет. Здесь, как вы видите, вот такой вот краешек с подгибчиком, который я выполнила зубчиками. Здесь квадратная пятка и нижний клиент подъема. Мне очень нравится, как они соседствуют вместе. Ленточный мысок. Все очень просто. Отличные носки. И я повторюсь, да, я буду носить их как тапочки дома. Очень мне, честно говоря, понравилась эта расцветка. Говорила, что в мотке она меня немножко напугала. Это, кстати, расцветка 3764. Но пока вязала, ловила себя на мысли, что я бы, честно говоря, хотела купить несколько таких моточков и связать себе футболку. Какую-нибудь, причем, футболку с рваниной. Потому что есть такое ощущение, что это такая, знаете, потертая немножко ткань. Потертая и поношенная по цвету. Понятно, что по качеству все тут прекрасно и хорошо. Понятно, что нет никаких ворсинок. Это все-таки хлопок. Но вот именно футболку такую я бы хотела. Я даже задумалась об этом. Так что, если у вас есть вот такие моточки, подумайте. Может быть, вы тоже свяжете не носки, а футболку. Потому что вот такую пряжу на носки мне даже жалко было использовать. Вполне вижу ее в плечевых изделиях. Кстати, смотрела на Раулере. И очень многие как раз-таки вяжут, в том числе, детские изделия из этой пряжи. Моя большая рекомендация. Не тратьте эту пряжу на носки. Она шикарная, она прекрасная. Все носки я вам показала. Давайте подведем итоги. Я снова сейчас достану все носочки, вам покажу. Наверное, расскажу в целом, какая пряжа мне понравилась больше-меньше. И какая у них разница. Мне даже будет о чем поговорить по поводу эксплуатации. Потому что я вам обещала, что одну парочку я буду эксплуатировать. И посмотрим, как в носке себя она поведет. И это парочка носков, которые я вязала из пряжи Лана Гросса Соя. Вы сейчас видите пока новенькие носочки. Кстати, все началось с того, что именно с этих носки я начала вязать. И вы видели, как я намучилась с узлами. Видимо, я расплатилась перед богом узлов этими носками. Потому что ни в одной другой пряже узлов мне больше не попадалось. Ни одного. Никакого брака. Никаких микроузелочков там бывает иногда на волокнах. Ничего. Вы знаете, что эту пряжу я связала вообще в ноль. Всю остальную пряжу я вязала, конечно же, не целые моточки. Здесь вообще практически только полмоточка я использовала. Но больше нигде никаких узлов не было. Что-то Соя подвела. Очень расстроила. Но возвращаемся к тем носкам, которые я носила. Если вы не очень переносите хорошо такие поношенные носки, прошу перемотать этот кусочек видео. Потому что да, я сейчас буду вам показывать поношенные носки. Но мне кажется, что это вообще самое главное в отзыве о пряже. К сожалению, не могу вам рассказать про все носки. Носила только одну пару. И давайте посмотрим, что с этой парочкой стало. Честно вам могу сказать, что пока я носила эти носки, все мои проблемы, связанные с узлами, конечно же, забылись. Потому что эти носочки мне очень понравились в носке. Я боялась, что они будут сильно растягиваться. Но носки абсолютно не растянулись. Точнее, давайте все-таки сравним. Может быть, они и растянулись. Я вот как раз их только-только постирала. Высушила. Носочки чистые. Давайте сравним. Ну вот немножко. Немножко все-таки растяжение есть. Но мне кажется, что это вообще даже можно не считать. Очень комфортно. Носки сидели на ноге. Тут учитывать, что носочки эти я носила дома. В обувь я их не носила. Возможно, если бы я носила в обувь, да. Может быть, они как-то у меня и слетали. И больше бы и стирались. Но я заметила, что у меня, честно говоря, носки сильнее стираются, когда я хожу по дому. Потому что я хожу в носках без тапочек. И вот нижняя часть носков у меня сильно истирается. Здесь, вот посмотрите, ничего с ними не произошло. Носила я много. Лето у нас достаточно прохладное. И даже когда было жарко, я все равно носила носки дома. Я мерзляк. Что касается качества пряжи. Она, конечно же, немножко подраспушилась. Посмотрите. Я ничего не чистила. Специально оставила вот такие вот пушки. Они есть. Но мне кажется, опять же, для двухмесячной постоянной носки этих носков, в принципе, все неплохо. Я их стирала. Стирала, правда, руками. Никогда не стирала в машинке. У меня так получается, что я всегда стираю, например, какое-то плечевое изделие. Я его всегда стираю вручную. Потом остается мыльная водичка. Я замачиваю носки, которые мне нужно постирать. И стираю. Поэтому я стирала вручную. Но мне кажется, что если бы стирать в машинке, ничего бы с ними не произошло в любом случае. Стирала несколько раз. То есть, это не то, чтобы я один раз постирала и показываю вам. Единственное, что... Я бы не сказала, что носки очень теплые. Хотя в этой пряже достаточно много шерсти. Вот покажу вам на аналогичном моточке. Тоже Милинвайт Соя. Итак, здесь у нас 60% шерсть. Но, не знаю, есть у меня ощущение, что пряжа такая прохладненькая. Возможно, из-за того, что здесь вискозное волокно. Оно немножко холодит. То есть, мне кажется, что это даже такие прям летние носочки. К слову, мне очень понравилось носить именно укороченные носки дома. Раньше я всегда носила полные носки, большие такие, ну, длинные носочки. А теперь вот оценила такой укороченный вариант. И подумала, что как раз-таки вот эти я тоже буду так же носить дома с большим удовольствием. Но даже вот эти носки, мне кажется, более теплые. Потому что здесь вот такой хлопок прям очень приятный, комфортный. И вот есть ощущение, что... Ну, и толстая пряжа. Есть ощущение, что эти носки будут теплее, чем вот эти носки с вискозой. Это мое личное мнение. Возможно, у вас будет совсем другое мнение. Я повторюсь, что я мерзну постоянно. Я постоянно ношу теплые носочки. А в целом по качеству пряжи вопросов у меня нет. Есть вопросы по узлам. Это я вам все подробно рассказывала. Пряжа, в принципе, себя ведет очень хорошо. Она, кстати, не очень сильно распушается относительно чисто шерстяной пряжи, мне кажется. Ну, так выглядят носки. Активная двухмесячная носка. Даже больше. Два с половиной, наверное. Ну, вот какие-то есть такие элементы. Посмотрите пятки. Ну, понятно, что тут обуви не было. Тут нечему истираться, да? А вот так все хорошо. Так что этой пряжей именно в носке я довольна. Но только летом я их буду носить. Осенью мне в них будет уже холодно. Я думаю, если пол будет прохладно, мне будет уже холодно. Что касается всех остальных носочков. Про носки из реги я вам вполне подробно сейчас рассказала. Что да, это очень хорошая пряжа. Опять же, из-за того, что здесь хлопок, мне кажется, что они все равно достаточно теплые и даже теплее, чем пряжа с шерстью вискозой. Мои личные ощущения. И я спокойно их буду осенью носить. Вполне они для осени подойдут. Вот эти носочки. Здесь уже шерсть все-таки чувствуется намного сильнее, чем в сои. Она даже немножечко покалывает. Прям есть ощущение. Шерсти здесь как будто и нет. Они вот прям холодненькие. Знаете, вот я их беру, они как будто холодненькие. Вискоза такой, видимо, эффект дает. Я чувствую всегда вот этот холодящий эффект вискозы. Я его здесь чувствую. Вот эти носки вполне для теплой зимы. По-моему, я об этом тоже говорила. Эта пряжа уже, я бы даже сказала, вообще не вписывается в ту концепцию, которая была для этого видео. Ее вполне можно было бы показывать. Эти носки уже в более теплых вариантах. Поэтому, да, это уже теплая зима, холодная осень. А вот эти все носки вполне подходят и для лета, и для осени. Это мой вердикт. Не могу сказать, какая пряжа хуже, лучше. Наверное, все-таки соя для меня это такая пряжа под вопросом. Все равно ноги у меня в ней иногда замерзают. Плюс узлы для меня все-таки пряжа, где больше всего хлопка, оказалась более теплой и более комфортной в работе. Кстати, соя, она еще и тоненькая. Да, я вам об этом говорила, что она прям очень-очень тоненькая. Поэтому вот Лана Гросса 360, она, конечно, понятно, что толще. Она более комфортная и в работе. Регия и Лана Гросса хлопковая для меня это прям отличные виды пряжи для лета. Ну, ланг для теплой зимы. Я вам единственное, что не показала, носки вот из этих двух видов пряжи, потому что не связала, логично, да? Но вот из пряжи сета я даже, по-моему, в начале видео говорила, что я планирую связать бактус. Думаю, что я осенью свяжу и обязательно вам оставлю отзыв на эту пряжу, потому что, ну, честно, мне пряжу с шелком очень жалко на носки пускать. Очень не хотят попробовать вот эту пряжу Cotton Bamboo. Она такая тянущаяся, как раз классная, мне кажется, для носков. Но, наверное, оставлю уже на следующий сезон хлопковых носков. Я для себя нарезала. И две вот этих пряжи, это дубликаты. Про сою мы с вами поговорили, про хлопковую пряжу от Лана Гросса мы с вами поговорили. И я очень надеюсь, что вы нашли для себя что-нибудь интересное и полезное из этого видео. Обратили внимание на какие-то артикулы. Впереди осень и вы совершенно спокойно можете сейчас начинать вязать носки из каких-то предложенных мною артикулов. Они вполне подходят для осени, но я вгуст впереди. Поэтому надеюсь, что вы тоже будете вязать подобные носочки и делиться со мной отзывами. А может быть, вы уже что-то вязали. И тоже обязательно пишите, как вам пряжа, о которой я рассказывала. Понравилась она вам или нет. Обязательно пишите и про процесс вязания, и про то, как носится эта пряжа. Мне будет очень интересно узнать. Я думаю, комментарии будут интересны и другим зрителям и читателям. Комментарии читают и другие зрители. Поэтому это будет полезная информация не только мне. Пишите, оставляйте отзывы, рассказывайте, пробовали ли вы летние виды пряжи, ну или демисезонные виды пряжи, или вяжете только из шестяной носочной пряжи. А на этом я буду с вами прощаться. Ставьте лайки, подписывайтесь, если видео вам понравилось. Я, конечно же, буду продолжать оставлять отзывы о разных видах пряжи и не только носочных. Субтитры сделал DimaTorzok